Вафельный рожок с жареной курицей терияки. Есть русские сэндвичи, это значит, что они с русским соусом. Очень приятно тут есть! Mountain View ко дню независимости со вкусом свободы. Оу, дэм. Большая часть помещений, ну вот видно, они пустые, они заколоченные. Ну, вроде без лягушки. Надо перестать есть пиццу в Америке. Друзья, товарищи, надеюсь, вы едите под просмотр этого ролика. Если нет, то лучше заготовьте какой-то снэк, потому что неизбежно есть вам захочется. Нью-Йорк неспроста называют плавильным котлом, потому что здесь буквально более сотни культур. Смешивают свои традиции с друг другом, они эволюционируют в течение времени. И я просто за время выпусков Уйо из Нью-Йорка успел попробовать и африканскую еду, которую ел руками. И мексиканско-американскую, и просто мексиканскую, и китайскую. Короче, очень много разных кухонь уже были в этих роликах. Все до невозможности отличаются. Но в этом видосе конкретно про то, чем Нью-Йорк знаменит и чем на каждодневной основе питаются нью-йоркцы. Что-то из этого безумно, что-то из этого откровенно переоценено, что-то из этого совершенно невозможно охерительно. И вот я надеюсь, я доживу до момента, когда я смогу вам какой-нибудь вот запах передавать через экран. Или вот кусочек как-нибудь вам закинуть, понимаете, в камеру. И он бы до вас долетел там в вашем российском городе, чтобы вы попробовали то же самое, что я ел все это видео на протяжении там нескольких месяцев, что я его снимал. Ну, в общем, сегодня про безумную нью-йоркскую еду. Здрасте, вы на канале Сейна. Хочется сказать спасибо всем, кто хвалит дизайн моих роликов. Ведь 90% всего визуала, что есть на этом канале и в других моих медиа, я делаю сам. Притом, если часто это говорят, чтобы похвастаться, то в моем случае это наоборот приносит проблемы. Потому что часто ради воплощения какой-нибудь задумки приходится рыться в туториалах по много-много часов. И это очень изматывает. Если вы сами всегда хотели работать с визуалом, оформлять лендинги, сайты, веб-приложения и сервисы, могу порекомендовать вам курс веб-дизайнер от Яндекс Практикума. Чтобы почувствовать на себе, каково это быть веб-дизайнером, пройдите бесплатную вводную часть. На ней вы изучите основы Figma и окунетесь в типичный рабочий день веб-дизайнера. Спроектируете свой первый полноценный лендинг с нуля. После вы можете продолжить обучение. За 9 месяцев вы освоите все нужные навыки, от анализа аудитории до разработки макета. Инструменты Figma, Adobe Photoshop, Tilda, языки HTML и CSS для верстки сайтов и приложений. Научитесь выстраивать композиции, работать с цветом и шрифтами. А также адаптировать дизайн под разные гаджеты. Вам будет помогать учиться нейросеть Яндекс.ГПТ, которая объяснит теорию своими словами, а в конце каждого урока составит краткий пересказ о самом главном. По итогу обучения вы сделаете 6 проектов для портфолио, а карьерный центр поможет составить резюме и получить работу в штате компании, или найти первые заказы на фрилансе. Выбор всегда за вами. К слову, Яндекс.Практикум трудоустроил уже более 10 тысяч своих выпускников. При этом напомню, что вводная часть бесплатная, поэтому всем рекомендую попробовать и понять, насколько это вам подходит. Для этого сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. А мы возвращаемся к ролику. Если вы вдруг почему-то думаете, что вот именно еда в Нью-Йорке не заслуживает того, чтобы снимать про нее полноценное видео, то, во-первых, посмотрите на хронометраж. Я вот сейчас ожидаю, что это будет минут 40-50, и я вырезал из этого ролика определенные куски. Потому что вы вот могли наверняка понять по моему голосу, что я приболел, и, собственно, у меня не было столько возможностей и сил снимать, жрать и монтировать, сколько я планировал. Так бы я мог и два часа спокойно рассказывать про традиции еды в Нью-Йорке и пробовать разные штуки. Здесь вот самая вкусная выжимка. Цимис. И важная вступительная мысль, с которой надо начать, это такое вот развенчать очень популярную манеру осуждать американцев за то, что они сделали с китайской кухней, что они сделали с мексиканской кухней, с итальянской кухней. Вот, посмотрите, какая пицца в Италии, а какая в Америке. И какое там какое-нибудь китайское блюдо в Китае, а какое в Америке. Но фишка в том, что это буквально разные кухни. То есть есть китайско-американская, китайско-итальянская и так далее. Это делали сами иммигранты из этих стран, которые приезжали в Америку. И да, они отчасти подстраивались под вкусы американцев, но также и просто под ингредиенты, которые находились в этой стране. И таким образом кухня изменялась с течением времени. Притом, более того, в ту же пользу, большая часть из вот этих вот смешанных кухонь, она начиналась с того, что они готовили для иммигрантов. То есть для абсолютно таких же, как они, итальянцы для итальянцев, китайцы для китайцев и так далее. И многие из американизированных рецептов или рецептов вообще рожденных в Америке на основании той или иной национальной кухни существуют по несколько сотен лет. Некоторые там по 300 лет, ну вот просто представьте. То есть это уже такая же традиционная еда, просто новый подвид. И сегодня вы увидите примеры смешения культур в самом вкусном смысле. Чуваки, друзья, товарищи, сейчас я пришел есть, наверное, самую классическую нью-йоркскую виду. И это, конечно же, бейглы. И это супер популярное место, в котором продаются бейглы буквально совсем тут миллион разных вкусов. Но сейчас я взял NYC BLTA, какой-то классический нью-йоркский вкус. А Настя взяла себе пепе. Борис пепе. Ну, вроде без лягушки. Ну, это ростбиф, видимо, боже. Какое количество ростбифа. Но я бы поверил, что это лягушка. По крайней мере, или ты потом заквакаешь просто. При этом классический вкус, который мне сейчас просто не в тему брать, это крем-чиз. И действительно, крем-чизы, они, ну, безотказные. Потому что каждый раз это просто свежая испеченная булка. И на нее намазанный вот этот крем-сыр. Ну, это безотказное сочетание, абсолютно. Бейгл один из главных символов Нью-Йорка. И это еврейское блюдо. Еще аж 400 лет назад его начали готовить в еврейских общинах в Польше. И тогда, например, каждой родившей женщине полагался вот такой вот бублик. Их фишка, как тогда, так и сейчас, заключалась в том, что их сначала варили, после чего запекали. Что позволяло им сохранять вот такую вот специфическую упругость, но при этом корочку снаружи. Собственно, их форма также обусловлена спецификой приготовления. Потому что из-за дырки посередине он более равномерно и быстро пропекается. А также его удобнее транспортировать. И еврейские торговцы того времени буквально ходили со здоровенной палкой, на которую было нанизано множество бейглов. А все мы знаем, что происходило с еврейским народом в Европе во времена Второй мировой войны. И именно это объясняет, почему сейчас бейглов в Америке гораздо больше, чем в Европе. И просто, чтобы вы понимали, насколько все тут помешаны на бейглах. Существует день бейгла. Были времена забастовок работников бейгльных. И есть такое понятие, как бейгльный голод. А еще считается, что уникальность вкусу бейглов из Нью-Йорка придает местная нью-йоркская вода. И она правда одна из самых чистых в Штатах. Но, мол, именно пропорция калия и магния делает что пиццу, что бейглы вкуснее. Небезызвестный Лёва из Нью-Йорка в своей статье на ЖЖ упоминал, что он нашел заведение в Калифорнии, которое научилось синтезировать бруклинскую воду, чтобы производить бейглы. То есть, мол, мы о-ни-йоркиваем, то бишь обрукли-во-ни-бли-на-лядь, обруклиняем, бруклинируем, бруклинизируем воду в Калифорнии, чтобы придать своей выпечке и, в частности, бейглам тот самый нью-йоркский вкус. Тут даже существует приправа, которая называется Everything Bagel, то бишь бейгл совсем, и она подразумевает, что из разных посыпок бейглов, которые были доступны, люди часто выбирали все сразу. И чаще всего имеется в виду, что это сушеный чеснок, сушеный лук, мак, кунжут и кошерная соль. То есть, буквально все, что было в бейгленной, насыпали на булку, и это с удовольствием ели и до сих пор едят нью-йоркцы. И вот, что из себя представляет Нью-Йорк-Сити БЛТА. Я, честно говоря, не до конца в курсе, что есть БЛТА, что-то мне не получается подцепить, но здесь вы уже можете увидеть, что здесь размазанное авокадо, бекон. И вот это вот, видите, такое рыжеватое? Это Russian Dressing. Так, сейчас отведаю бейгл и расскажу вам про русский соус. Пока у Насти проблема, что она не может просто откусить свой бейгл из-за его размера. Бывает. Друзья, само заведение я могу порекомендовать из-за качества ингредиентов, соусов и всего такого. Там дизайна здесь, тихо, приятно сидеть. В очень популярном месте на Манхэттене, на 33-й улице. Но, блин, бейглы я бы то ли здесь не порекомендовал, я не понимаю, то ли в принципе это все-таки не мое, потому что у бейгла сверху корочка и снизу корочка. Мне еще предложили на выбор хлеб. Я взял вот такой вот какой-то крутой с отрубями типа, и он черствый. Он сверху черствый и снизу черствый. У меня сейчас буквально болят щеки от того, с каким, Настя подтверждает, от того, с каким усердием это надо жевать. И из-за того, что это два здоровенных куска хлеба, в итоге начинка, она теряется за ними. И все это крутое авокадо, салат, бекон и соус, притом оно круто придумано, оно классно смешано, но оно теряется просто за этими двумя огромными, блин, булками. Зато вы тренируете свой рот. Щеки от этого станут меньше или получше? Попробуем. И вы не представляете, как мне жаль, что я в тот момент не знал, что можно заказать скуптаут бейгл, то есть вычерпанный. То есть из него бы вытащили серьезную долю вот этого мякиша, и его стало бы гораздо удобней жевать, и я бы почувствовал гораздо больше ингредиентов. Я не уверен, что когда-то еще в жизни совершал ошибки такого масштаба. В итоге лайфхак, вы можете разделить бейгл на две половинки и кусать их по очереди, и тогда получится такая более лайт версия для вашей челюсти. Может, для этого вы придумали мьюинг, чтобы вот просто как минимум бейглы прожевывать? Не, ну слушайте, по итогу я, может, дам бейглам второй шанс когда-нибудь, но сейчас оценю их как, ну, ну, к сожалению, как 4 из 10, может, 5 из 10. То есть ингредиенты супер, задумка класс, реализация хрень вообще. При этом я уверен, что он свежий, с крим-чизом это вкуснее, и даже айса бейгл, маленький розовый бейгл с сладким сыром Филадельфия, желе, и еще everything bagel seasoning, который соленый, поверх сладкого. Вот не сомневаюсь, что это вкуснее, но, короче, нет. А, и чуть не забыл про русский соус, это тысяча островов, прикиньте, это оказывается реально другое название, но русский соус, он острее, потому что он часто делается с добавлением либо какого-то перца, название которого я не помню, либо перца чили, либо хрена. А сам тысяча островов, это как бы кичунэ, и в итоге кичунэ с хреном называется русский соус, и оказывается, это распространенное название, и более того, здесь из-за этого есть русские сэндвичи, это значит, что они с русским соусом, а название русский он получил из-за того, что аж в 1914 году первая версия этого соуса содержала икру, которая привозилась из России, поэтому это русский соус. И вот несмотря на то, что в Нью-Йорке несложно найти прям крутое китайское заведение, также несложно найти какую-нибудь китайскую сетевуху, как тот же Panda Express, но традиционное китайское заведение, это должна быть вот такая вот хренотека с выцветшими вывесками, это абсолютная база. И я сейчас пришел в одно, хотел вам снять и заказать, а там не принимают карты, и сори, я ношу с собой обычно совсем мелочь в кэше для того, чтобы там газировку купить или что-нибудь такое. И да, я как бы этого точно не знаю, но что-то мне подсказывает, что карты они не принимают, чтобы платить меньше налогов. В итоге вторая забегаловка была ничуть не менее забавная, вплоть до того, что там висели часы прям в коробке. То есть они вот как купили часы, они не вынимая из коробки их повесили, они у них так видимо годами висят, но вот реально это чисто вайп китайской заведухи здесь. Притом, опять же, ну вот здесь я взял эту порцию за 11 долларов, напрашивается сравнение с Panda Express, потому что в Panda Express та же самая вот классическая именно китайская американская кухня. Китайская кухня, как ее хотят видеть американцы. И вот что заметно сразу, что в Panda Express такого же размера порцию я взял бы долларов, ну за 15, здесь я взял за 11. Но в Panda Express чисто, приятно, можно посидеть, можно сходить в туалет, ну и собственно это вот прям полноценное сетевое заведение. Здесь это только на вынос, и вот теперь это главный вопрос вкуса. Если это сопоставимо по вкусу с Panda Express, тогда я понимаю, зачем Нью-Йорк все сюда ходят. В иных случаях не понимаю. Американская китайская кухня, как я уже упоминал в начале, это отдельная разновидность китайской кухни. И я не буду разводить здесь большую историческую справку, но вот вам, во-первых, очаровательные фотографии старого Чайна Тауна и современный Чайна Таун на Манхэттене. Это совсем по-другому выглядящее место и с другим вайбиком, скажем откровенно. Но, по-моему, совершенно не менее интересное, даже с точки зрения стрит-арта и его смешения со всеми этими иероглифами. Блин, когда-нибудь про это будет целый выпуск. Уё пишите в комментах, если интересно. Но, во-вторых, важно понимать, насколько распространены китайские заведения здесь. Именно заведений на вынос китайской еды более 24 тысяч по всей Америке. Это больше, чем Макдоналдса, Бургер Кинга и KFC вместе взятых. И такая распространенность обусловлена не просто популярностью китайской еды, а в том числе тем, что в какой-то момент это было главным способом выживания. Потому что расизм в своё время в Америке распространялся в том числе и на китайскую диаспору. Во времена золотой лихорадки в Америке существовали законы, ограничивающие возможность въезда и пребывания именно китайцев на территории США. Таким образом, для многих быть предпринимателем оставалось одной из немногих возможностей оставаться легально в США и иметь возможность выехать и въехать обратно. За более чем 200-летнюю историю успело появиться множество разных блюд именно Американно-Китайской кухни. И сейчас вам расскажу про, наверное, самые известные. Во-первых, чопсуи. Это рубленые кусочки или остатки, так переводится название. И, по сути, это прям солянка из ингредиентов. Там могут быть и креветки, и мясо, и овощи, и бобы одновременно. Собственно, по фотографиям вы можете понять, что состав может отличаться от заведения к заведению. Но уже более 50 лет назад бруклинские хипстеры предпочитали чопсуи из-за его дешевизны и возможности также показать большой и средний палец всей капиталистической системе и съесть что-нибудь необычное. Но, возможно, вы также знаете это название из-за песни System of a Down. И там название блюда использовали в первую очередь ради шутки, потому что изначально песня должна была называться Suicide. И здесь вы уже можете услышать созвучие Чопсуи Сайд. Плюс сам Малакян рассказывал, что он в гангстерских фильмах слышал, как какой-нибудь главарь мафии мог угрожать своему врагу сделать из него чопсуи. Мол, от тебя останется только кучка мелко нарезанных ошметков. Также в любом китайском заведении здесь вы найдете брокколи биф. И несмотря на то, что это буквально брокколи и мясо, здесь имеется в виду конкретное блюдо. И оно вот очень характерно для вообще истории американо-китайской кухни, потому что, во-первых, в Китае другие брокколи. Это выглядит вот так, то есть это буквально разные продукты. Но умельцы в свое время адаптировали рецептуру, и сейчас в каждом китайском заведении вы можете встретить именно мясо с брокколи с вполне конкретным соусом. Также главным символом любого китайского заведения, конечно же, являются печеньки с предсказаниями. И это вообще японская фишка. Но во времена нападения на Пёрл-Харбор начались различные притеснения японцев в Америке, в том числе закрытие бизнесов. И, ну не то чтобы это прям очень плохо, но под шумок китайцы подрезали эту фишку, а потом изобрели машину, которая позволяет изготавливать эти печеньки за абсурдно низкую цену. И поэтому сейчас вам почти наверняка в любом китайском заведении положат эти печеньки с предсказаниями. Но, конечно, иконой американо-китайской кухни является Оранж Чикен. Ее изобрели прямо в Панде Экспресс. Если кто не знает, это самая знаменитая американская сеть китайской кухни. И, честно говоря, я ее ел еще в России, она еще там мне нравилась. И, приехав сюда, выбирая между Пандой Экспресс и обычной китайской сетевухой, я бы пошел в Панду Экспресс. Но специально для вас в этом ролике я сейчас протестирую самую, что ни на есть, классическую китайскую заведуху на вынос. Вот в таком вот ноу-нейм контейнере с тоже вот это классические такие небольшие соевые соусы, которые уже вскипятились до состояния горячего чая. И еще, обратите внимание, канцелярскими скрепками. Закрытая коробка. Нет, но я считаю, что главное, это безопасность продукта внутри. Теперь я только не знаю, смогу ли я открыть его одной рукой. Вот здесь еще вот другой соус. Это он называется Duck Соус, то есть утиной. Надеюсь, не сильно много уток пострадало. Я смог извлечь скрепки. И сейчас посмотрите, что мне положили за 11 долларов. Нет, ну товарищи, вот для сравнения моя ладонь рядом с этим. Но это два приема пищи минимум. Выглядит вполне себе аппетитно. И ресец тоже хорошенький. Сейчас тогда я съем половину от этого и скажу вам, лучше ли это, чем Панда Экспресс. Нет, ну друзья, вот съев половину порции, которая в меня влезала, но в действительности там, наверное, больше половины осталось. Хочется сказать, что все-таки качество блюд соответствует внешнему виду заведения. Но вот ни больше, ни меньше. Потому что вот с чем я сравниваю? Ладно, давайте скажу отдельно. Отдельно, если бы я никогда это не пробовал, я бы сказал, что это, ну, 6 из 10. Особенно цена за такую порцию вообще отлично. То есть технически это можно и 3 раза поесть, и вообще без облома будет. Вот, можно еще взять рис без овощей, и тогда это еще дешевле будет. Но я сравниваю это с Панда Экспрессом. И в Панде Экспрессе дороже, но вкуснее. И в Панде Экспрессе нету этой классической фишки для китайских заведений подобных, что у тебя вот рис и еще куча еды, оно со вкусом сковородки. Вот не то, что я их сковородку облизывал и знаю, но я знаю, что вот в этом рисе есть одна, не то что нотка, а такая нотичь, а такое дун. Именно вкуса сковороды. И это, по-моему, не круто. То есть, да, получается, что дешевле и из-за этого похуже, но я не вижу смысла, типа, немного не переплатить за Панда Экспресс, чтобы поесть лучше. К тому же, что похожая порция Оранж Чикен в Трейдер Джо замороженной стоит долларов пять. То есть, да, как бы нужно обладать минимальным скиллом и не быть совсем бытовым инвалидом, чтобы ее сделать, но, по-моему, она гораздо вкуснее. Вот даже сам соус Оранж Чикен из Трейдер Джо гораздо вкуснее. Так что, да, вот для меня подобные китайские забегаловки всегда были штукой, что вот если вдруг она как-то по пути или тебе супер близко к дому и ты по каким-то причинам, вот у тебя там нет возможности или сил готовить, то ну ладно. Но выбирая между чем угодно и этим, я бы выбрал что угодно другое. Но это еще не все про китайскую кухню. Конечно же, кайфовей всего ее есть именно в Чайна Тауне, окруженным атмосферой, которую я уже облизывал в этом ролике. И именно тут находится, наверное, самое странное заведение в этом ролике. Есть у американцев такое вот как бы, ну не то что поверье, но вот традиция отношения к совсем малому локальному бизнесу, что если видно, что он так сделан, типа кустарно-наскоряк и всякое такое, то он может оставаться всрато выглядящим, если там вот все равно вкусно готовят. То бишь, если помещение выглядит ужасно, но при этом еда вкусная и, как правило, дешевая, то пусть так и будет. Это типа локальный колорит, и сейчас я нахожусь в апогее этого. Это торговый центр в Чайна Тауне, который наполовину вымер в ковид, и сейчас тут большая часть помещений, ну вот видно, они пустые, они заколоченные, но здесь одна из супер знаменитых дамплингшных. Другая дамплингшная, то есть место с китайскими пельменями, оно выглядит вот так, и тоже оно очень известное, там Hidden Jam of New York, мне оно не понравилось, они были какие-то сухие, и отстойные, сейчас попробуем местные. Стоит очень дешево, 5 долларов за 8 здоровенных пельмени, это по местным меркам вообще ничего. Короче, вердикт, обычные пельмени, которые жареные, прям очень вкусные, шикарная начинка, отличное сочетание мяса, лука, я не знаю, там они маринуют или со специями его делают, но вкус прекрасный, именно вот, ну вот, дамплинги превосходные, вот как они должны быть. А другие, которые больше визуально похожи на хинкали, но на вкус они вообще другие, они на паровом тесте, и этот вкус, наверное, многим может не понравиться. И короче, вот все, что мы здесь ели, оно было суперски, прям отлично, китайский чай тоже вкусный. Нью-Йоркские дамплинги в Чейнотауне большой палец вверх. И вам точно не стоит недооценивать силу Дели в Нью-Йорке. Вот, посмотрите, какое это здоровое. И у них гранд опенинг, то есть, грандиозное открытие нового Дели. И вот там он тоже финанс Дели находится. И при этом, то есть, на каждом районе их может быть много, там вот тоже следующий Дели, и тоже, видите, у него какой-то свой дизайн, своя вывеска, даже несколько вывесок. И на гугл-картах можно нагуглить вплоть до еды, которую они готовят. То есть, вот ты пишешь, например, чоп-чиз, в гугл-карте и тебе вылезают список разных Дели, которые их готовят. И всякие рестораны не пытаются их вытеснить. Это именно их вот дело. GT Дели с небольшим стрит-артиком таким тут рядом с нормальными картинками. Ну, выглядит очень серьезно. И вот знаете, Дели это такой эквивалент магазина на районе. То есть, вот есть большой супермаркет, но до которого надо идти, там очередь наверняка будет, а здесь именно вот по дороге заскочить. Только они прокачали это до того, что там часто есть своя кухня с какими-то простыми блюдами. но вот я когда говорил, что это какое-то очень крутое Дели, это был как бы полу-рофл, оно называется GD, но так-то это все равно в первую очередь супермаркет, при том со всякими кеками, типа чипсы с рэперами, или, например, специальная серия Mountain View ко дню независимости со вкусом свободы, даже двумя. И я не шучу, но штука в том, что оно реально оказалось каким-то серьезным. У них есть специальная отдельная небольшая печка, на которой подвижный противень. Ты разрезаешь булку пополам, кладешь на него, этот противень ее вот так вот как бы провозит и опрокидывает вниз, и у тебя идеально поджаренная внутренняя сторона сэндвича. Вау! Дели, они же Бодеги, одна из визитных карточек Нью-Йорка. Я когда только приехал сюда, меня удивляло, что в магазинах на районе мало того, что продаются какие-то деликатесные вырезки и ветчина, так еще и целая кухня часто присутствует. Оказалось, что мало того, что все вот это есть, так это еще и два разных явления. Первое Дели от немецкого слова деликатесен. Их открывали немецкие евреи и в классическом виде эти заведения продавали разные виды кошерной ветчины и сэндвичи из нее. Для представителей еврейской общины, особенно новоприбывших, это был способ найти сообщество, какую-то первую работу, обзавестись связями, решить бытовые вопросы и в том числе спрятаться от антисемитизма. Самый старый такой Дели называется КАЦ, может у вас есть какие-то ассоциации с этим? И до сих пор это место притяжения для многих туристов и во многом от таких заведений берется вот эта американская манера добавлять в сэндвич 800 миллионов кусков ветчины. В истории Дели можно найти даже следы русской эмиграции, потому что один из старинных классических Дели открыт русским евреям более 60 лет назад. И если базовое представление о Дели это в первую очередь место с ветчиной и сэндвичами, то конечно же в рамках большого города оно разрослось чуть ли не до состояния супермаркета и предлагало очень широкий выбор в том числе разных блюд, поэтому сейчас можно найти целый ряд даже рецептов Дели Стайл. Есть Дели Стайл чизкейки, салаты, сэндвичи, хлеб, чипсы и так далее. Но есть и второй вид подобных заведений, он называется бодега и это от старого испанского слова, значащего винный погреб. С самого начала там была выпивка, потом уже продукты и тоже еда. Сейчас в бодегах представлено бесчисленное количество разных блюд и кухонь и в том числе многие бодеги превращались в удешевленную версию супермаркета и даже существует соотношение бодег к супермаркетам в зависимости от бедности района. То есть чем богаче район, тем больше там супермаркетов по отношению к бодегам и наоборот, если беднее, то больше бодег. Для многих это часть нью-йоркского лайфстайла и вот как, например, какая-то девочка в тиктоке описывает свой классический заказ в бодеге. мои топ-2 ордера. Если я была 早ень в день, я купила бодегов с бодегом. Это просто полная бодега, не пастая или ничего, с длинной бодегом. Это очень вкусно. Если я купила бодегов, я купила Юху или Starbucks ванилл кофе. Я не это долго. Это просто как я помню. Это что я купила как турки свист леттус майо на плен ролл. большую массу и леттуса которые ставят. Если мы едем в блюдце я купила бекон и чесно на ролл. это 3 п.м. я купила салф и винаг чипс. В Аризон я всегда была красава. Моя сестра получила манго и брат получила полов и полов Также одно из классических блюд в Нью-Йорке это сэндвич с беконом яйцом и сыром или как они говорят bacon egg and cheese bacon egg and cheese on a sesame bagel Sorry я не стал его пробовать из-за того что я не люблю яйца и поверьте я сам от этого очень страдаю но зато я попробовал и записал полноценную реакцию на знаменитый чоп чиз сэндвич и друзья я отдал за это 9 долларов за такой размер что оно еле в кадр помещается это очень выгодная сделка я не знаю может они недавно открылись и пока стараются больше чем типа будут стараться в будущем но он мне кажется полкило фарша положил в эту тему оу дэм при том соус китчунезный отличное начало фадра не ну товарищи я вот упоминал про чоп чиз в предыдущем выпуске у йо мельком но я специально вставил его в этот выпуск потому что я считаю он этого заслуживает в первую очередь это просто сэндвич с фаршем то есть да туда еще добавляют салат и помидор но я подозреваю что в разных частях нью-йорка чоп чиз может выглядеть по-разному вплоть до разного сыра и разного всего остального но главное что это сэндвич с фаршем и это прям круто знаете может мои вкусовые предпочтения в первую очередь в это упираются но я съел половину от этого невозможного сэндвича и я останавливаю себя от поедания второй половины потому что я понимаю что это путь к растяжению желудка до ненормальных размеров и сейчас я сижу и борюсь с собой потому что он был прям вкусный чоп чиз но конкретно этот скажу 7,5 8 из 10 но допускаю что однажды я найду здесь чоп чиз который может быть даже 9,5 из 10 очень рекомендую вот вам леденящий душу факт США это главный потребитель пиццы на планете да тут ее едят гораздо больше чем в Италии существует множество разных американских стилей пиццы и наверное самые знаменитые это чикагская и нью-йоркская отличительные черты именно нью-йоркского стиля что это огромный кусок чаще всего пицца продается не целиком а слайсами и по-моему это прям забавно отражает дух города что все сделано для того чтобы ты мог взять то что ты хочешь на бегу за считанные минуты зашел выбрал кусок или несколько тебе их подогрели в печи ты их забрал и можешь есть одной рукой за счет того что это вот тонкое тесто ты берешь его сворачиваешь как бы вот посередине в такой треугольничек и таким образом можешь контролировать и подтекающий жир и вот одной рукой держать и есть пиццу а другой там разговаривать по телефону докуривать свою электронную сигарету и еще спорить с каким-нибудь танкистом блять таксистом на пешеходном переходе собственно пицца тут появилась очевидно благодаря итальянцам в начале 20 века но не сказать что она была супер популярна в то время то есть да пиццу готовили но по большей части ее употребляли другие итальянские иммигранты забавно что серьезным фактором набора популярности пиццы в Америке послужило то что после второй мировой войны солдаты вернулись в Америку как раз из Италии где они успели распробовать пиццу и дальше хотели есть ее уже у себя на родине и в том числе естественно всем об этом рассказывали а еще история пиццы в Америке классно перекликается с американской мечтой классической историей иммигрантского успеха здесь потому что первой пиццерией считается пиццерией ломбардис и все последующие пиццерии вот первого самого этапа открывались буквально работниками ломбардис то есть люди поработав в ней и увидев что это имеет какой-то спрос ехали в другие районы и открывали пиццерии дальше таким образом пицца распространилась по всему Нью-Йорку внутри диаспоры они договаривались какие районы кто будет обслуживать и похожие истории происходили во многих других штатах но вот главная загвоздка во всей вот этой вот красивой истории про уникальную нью-йоркскую пиццу заключается в том что мне она не нравится я не могу ничего с собой поделать я это упоминал в предыдущих выпусках уё но я просто никуда не могу деться от факта что если ты пробуешь рандомную пиццу здесь ну скорее всего она будет сухая и прям дешманская даже при том что ты купил её совершенно не задёшево то есть да надо упомянуть что я уже здесь подобжился я уже знаю куда ходить и не ходить и я чаще всего здесь ем довольно клёвую пиццу но как бы изначально нью-йоркская пицца пошла от неаполитанской и посмотрите просто вот картинки в гугле вот это вот то что считается витринными изображениями пиццы ну вот какая вам идеальная версия пиццы больше нравится идеальная версия неаполитанской или нью-йоркской ну вот даже из большинства картинок в гугле нью-йоркская выглядит как какая-то неудачная версия удешевлённая и здесь стоит сделать сносочку что скорее всего на это повлиял процесс который происходил в 90-е когда пиццу из как бы вот фастфуда среднего пошиба начали превращать в мега дешёвый фастфуд и появилась пицца за доллар то есть за экстремально низкие цены продавали куски пиццы и естественно это снизило их качество потому что добавляли консервы самый дешёвый сыр и к сожалению это прижилось поэтому я вам действительно рекомендую что если будете есть пиццу в нью-йорке никогда не идите в самое дешёвое заведение реально не надо идти в сверх ресторан но просто из дешёвого уровня попытайтесь посмотреть на самое дорогое из дешёвого пространная рекомендация но вот это мой опыт здесь скажу честно вопрос нью-йоркской пиццы просто не даёт мне покоя потому что подавляющее большинство здесь просто бешеные фанаты местной пиццы считают её такой вот городской гордостью и поэтому специально для вас я решил провести совершенно беспощадный эксперимент я придумал ультра-тест для нью-йоркской пиццы вот это мы купили в магазине Western Beef 7 долларов стоит вот такая штукенция и вы можете видеть что она не замороженная то есть она лежала не в морозилке а в открытом холодильнике то есть её собрали прямо в супермаркете и такая штука стоит всего 7 баксов за целую пиццу я это сейчас делаю в духовке у себя дома и если это окажется вкуснее средней нью-йоркской пиццы я официально нарекаю среднюю нью-йоркскую пиццу скамом просто обманом населения как бы мне не было больно это признавать но это не так уж абсурдно на самом деле я про цену нью-йоркской пиццы потому что эта штука я считаю что она лучше но вся её лучшесть заключается в том что я её только что приготовил и она свежая и поэтому вкуснее но товарищи нью-йоркская пицца обычно огромные и получается что цену этой штуки нужно делить на 4 чтобы получить цену одного куска и таким образом что там 7 долларов да было почти 2 бакса округлим до 2 баксов и ну обычная нью-йоркская пицца вот такая ну наверное 3.50 да стоит пепперони 4 поэтому в принципе это имеет смысл ладно ладно надо перестать есть пиццу в Америке вообще мега забавно смотреть как всякие нью-йоркские фишки ну вернее просто американские они смешиваются с мексиканскими здесь то есть например мясное чили на хот-доге то же самое биф бирия то есть мексиканская мясная штука в лапше китайской то есть да как бы ни то ни другое не является ни американским ни нью-йоркским но именно смешать это все в одной миске это вот очень по-нью-йоркски и как вам вафельный рожок с жареными креветками или вафельный рожок с жареной курицей терияки ну вот я вам клянусь это не мексиканцы выдумали у меня нет доказательств но я в этом просто уверен нью-йорк не знаменит мексиканской едой поэтому интересной есть такое понятие как текс мекс то бишь тексас мексикан и это еще один термин про смешение вот какой-то национальный в данном случае мексиканской и американской кухонь собственно самые интересные блюда какие во-первых чурос это прям символ нью-йорка потому что есть например чурос лейди то есть женщина продающая чурос в метро и вот это уже символ нью-йорка это такие вот палочки зажаренные в масле и посыпанные сахаром они естественно сладкие и помимо того чтобы купить их в метро можно найти кучу разных вариантов где они смешаны с мороженым добавлены в какие-то другие сладкие блюда иногда даже в напитки и это один из главных местных сладких снеков еще есть эмпанада это прям латиноамериканский чебурек есть виды с яйцом с овощами но чаще всего это мясной пирог пирожок их можно найти в самых разных заведениях иногда даже пиццериях и это как правило такой вот студенческий вариант когда денег совсем нет потому что они как правило дешевле всего остального также чисто американская тема лодет начос то есть заправленные начос это вообще не про мексику очень американское отношение к еде вы здесь в баре можете заказать себе начос и вам не принесут тарелку с чипсами вам принесут тарелищу на которой огромная куча начос и там и гуакамоле и соусы и овощи и фарш и где-то фасоль мы однажды сидя в баре заказали это как снэк на троих и не смогли доесть одну порцию я могу привести еще много примеров но последнее что упомяну это чимичанга это буррито жареный в масле вот все что не хватало буррито так сделать его еще более калорийным абсолютно американское изобретение и несмотря на то что я ничего не имею против именно смешения кухонь и часто что американо китайская что американо мексиканская кухня мне очень даже нравится прелесть нью-йорка состоит в том что здесь ты в том числе можешь попробовать настоящую национальную кухню и сейчас я направляюсь как раз в такое место я пришел есть так в квартиру к себе потому что на улице 33 градуса это невозможно терпеть и основной смысл показывать вам тако для меня состоит в том что у меня в одном из роликов был тако бел и я рассказывал что это американо-мексиканская кухня здесь же у нас именно настоящая мексиканская есть много опций попробовать и то и то и во-первых можете заметить что здесь мягкая вот эта вот кукурузная лепешечка и при этом они бывают очень разные у меня был опыт как я как-то покупал кукурузные лепешки в супермаркете и они были какого-то очень странного вкуса то есть может они были недоготовленные с ними надо было что-то сделать т.д. но вот конкретно этот вкус ни с чем другим не сравним и здесь у нас биф берия с сыром это вот специфически приготовленное вот такое рубленное мясо также курица с кинзой и мясной стейк с авокадо кстати если вас интересовало что у меня за колечко этот замечательный художник Амер подогнал мне вот такую штуку посмотрите оно ездит и здесь вот даже можно увидеть логотип моего канала и мою фамилию по-моему шикарно я думаю многие знают насколько я обожаю поезда и вот ничего круче я еще в жизни вообще никогда не видел если тоже хотите себе вот такие вот стрит-стайл украшения переходите к нему в инстаграм или если вам просто нравится крутое уличное искусство то у него еще есть инстаграм с его непосредственно граффити работами еще классическая тема для мексиканских заведений что вам дают во-первых вот по несколько видов сальсы есть острая красная есть вот такая вот зеленая я не уверен но наверное это называется сальса верде и еще дают вот такие вот засоленные помидорчики при том он всегда почему-то именно вот в таком вот маленьком количестве как такой подзакусон друзья у меня исчез нахер кусок видоса где я записываю реакцию на эти тако и собственно поэтому записываю вам кусок из майами с обгоревшим носом короче мясной который биф-бири был просто бесподобный если вы в любом мексиканском заведении берите биф-бири потом разберетесь что именно вам принесли вам это точно очень понравится куриный с кинзой и просто мясной были откровенно суховаты нужно было в них нафигарить больше соуса товарищи это глава с шурмой и поймите это уже не про нью-йоркскую еду это личное я вот искренне желаю вам прожить жизнь так чтобы попробовать как можно больше разных видов шурмы у всех народов свои фишки свои способы приготовления и например та же еврейская шурма не допускает смешения молочных продуктов и мяса поэтому там чаще хумус или кунжутный соус а у арабов есть свои представления о том какое должно быть мясо поэтому часто арабская шурма немного кисловатая и если в одном из предыдущих уё мне повезло наткнуться на одну из самых клёвых арабских шаурм в своей жизни то для этого ролика к сожалению повезло вернее не повезло оказаться в одном из худших арабских заведений с шурмой сегодня важный день я осуществляю очередную попытку поесть вкусной шурмы на Манхэттене и шурмы в смысле продолговатого ролла не в смысле питы не в смысле була то есть чего-то на тарелке с рисом а именно шурма это продолговатый ролл из лаваша или хотя бы чего-то похожего на лаваш в этот раз мы пришли в заведуху которая называется даршуарма она открылась совсем недавно все это время она строилась недалеко от нас и мы думали так это должна быть хорошая шурма в итоге то что они только открылись не играет на руку потому что они отдали Настин заказ другому человеку много чего перепутали в итоге ей сделали арабскую шурму мне сделали куриный сэндвич и если что здесь сэндвичем называется вообще все подряд и например чикенбургер такого вообще не может существовать в сознании американцев потому что бургер это значит с мясной котлетой то есть у них чикенбургер это чикенсэндвич таким образом есть какая-то разница между куриной шурмой и куриным сэндвичем хотя и то и другое одна и та же срезанная курица в лаваше короче мы заказали одно и то же да но проблема в том что пытались заказать мы одно и то же одну и ту же хрень поэтому сейчас важный тест но пока надежд немного вот что представляет из себя чикенсэндвич вот что представляет из себя шурма так ну дар шурма я могу конечно порекомендовать только вот если вы туда придете месяца через два после того как посмотрите этот ролик потому что сейчас они тупо не понимают что делают то есть мало того что вся вот эта вот история с заказом так еще и мне в шурму положили оливки с косточкой ну то есть явно ребята только открылись и не до конца в курсе что именно и как надо делать не совсем понимают как принимать заказы как все это дело оформлять и не совсем знают меню но потом видишь будет лучше ингредиенты вкусные но спустя несколько месяцев с того момента я пересек весь город чтобы прикоснуться к тому почему по-настоящему скучал сейчас я попробую две шурмы в русском районе обе кстати делают грузины и тут тоже важное различие если вы никогда не пробовали шурму в Грузии ребят я вам желаю когда-нибудь это испытать потому что это не то же самое что в России но это восхитительно просто это невероятно круто но по идее это место держат грузины но готовят шурму как в России и сейчас мы испытаем место которое называется шурмафэктори и место которое называется геноцвале вроде и если это хотя бы издалека похоже это будет невероятно на грузинском тут настоящий логотип фруктовой воды Лагидзе кто не знает это была первая фруктовая вода в Советском Союзе и это был типа наш ответ кока-коли и всему такому то есть там ее начали производить еще в царской России но именно в Советском Союзе был дан заказ на то чтобы ответить Западу и дать советским людям то же что мол вот в этой вонючей Америке дает им пепси здесь есть вот такие вот столики чтобы посидеть на улице и безусловно очень важный плюс здесь лимонад Казбеги если что я от грузин слышал что мол на Тахтаре вот этот знаменитый это типа на экспорт это вот чтобы иностранцы пили да вкусно вопросов нет но вот Казбеги это типа настоящий кай и в Грузии я проводил слепой тест со своими друзьями которые в Грузии в тот момент не жили мы пробовали вслепую разные напитки как бы одного формата то есть там тархун этот крем забыл слова ну короче вот это ну типа ванильный крем и лимонад от Казбеги на Тахтаре и в итоге по сумме очков в слепом тестировании выиграл Казбеги так что чуваки всем очень рекомендую вот это товарищи называется половина шурмы это много то есть целая выглядела бы вот так это жесть не рекомендую никому съедать целую за раз но выглядит вполне убедительно уже но на вид как будто больше на грузинскую похоже так ну товарищи по моему мнению это абсолютно грузинская шурма с грузинскими традициями грузинским исполнением здесь вот эти перцы которые мне только что сказали называются возможно банана пеппер именно в Грузии их постоянно едят и у нас здесь мадам из Хабаровска которая говорит что в Хабаровске шурма такая на вкус в Москве не такая очень приятно тут есть нет друзья это заведение шурма фэктори хай рекомендацион совершенно прекрасно но тоже из-за того что это вот шурма в грузинской манере рекомендую брать с мясом я вот справедливости ради здесь не пробовал но мне хочется потому что именно вот и обязательно с перчиками вот этими просто шикарно отлично это опять же как грузинская шурма ну 9 из 10 потому что я большой фанат но как московская шурма все еще нет все еще не то все еще не близко у меня там сидит так же Настя из Питера говорит не питерская тоже не похоже не то подозреваю что в заведении которое называется Генацвале результат будет похожий так товарищи я приношу извинения я собирался поесть заведухи под названием Генацвале но я понимаю что это во-первых будет тоже грузинская шурма ну точно а во-вторых я той половиной так наелся что сейчас пройдя в соседний переулок я понимаю что это будет сложно простите у меня есть дела после съемок я не вывезу отзывы одинаково хорошие про оба эти заведения поэтому я могу порекомендовать вам оба и заказывайте лучше в грузинском стиле не с курицей а с мясом и берите тархун скажу вам по секрету в этот ролик не вошла история напитка аризона которая в России в какой-то момент считалась таким типом элитарным импортным напитком для очень крутых челов здесь это один из самых дешевых напитков и фишка в том что они умудряются держать цену в 99 центов я думаю даже для Москвы типа напиток 0.8 за 99 центов ну можно сказать там 80 рублей или 90 рублей это недорого здесь это невозможно дешево это просто вот с нынешними ценами да после постковидной инфляции это нереально представить и я про это не влезло у меня не хватило мне сил добавить это в этот видос и также не хватило сил рассказать про нью-йорк пивоварни которые производят невозможно красивые разнообразные интересные крафтовые продукты но это все как-нибудь на потом поэтому товарищи я вам это рассказал что вы мне спамили в комментах если вам это интересно потому что по-моему темы суперские у меня просто вот из-за болезни в этот раз сил не хватило и еще хочу обратить ваше внимание что это аж 14 выпуск и если что над всеми я очень стараюсь это вот реально самая трудоемкая рубрика на канале поэтому посмотрите все охеренные зуб даю и если хотите меня отблагодарить за мои невозможные старания то можете во-первых подписаться на бусте и патреон по младшей подписке это даст вам доступ в закрытый паблик с рекомендациями музыки кинища фильмов и книжек за совсем уж дешево за чуть менее дешево но все еще недорого можете попасть в закрытый чатик фокус группа сейна где я скидываю всякие свои ранние наработки так что заходите добавляйтесь туда это тоже недорого и вы тоже меня таким образом поддержите заранее вам большое спасибо а еще спасибо что досмотрел ты знаешь где кнопка подписки быть как сииня на американский мечтар мамин сибиряк но внутри гетна сэша я как будто школьник держу при себе ака я я в жаре лечит а сына жу на плече орла